Вахитов Булат, генерация синтетической сейсмики с помощью диффьюзии. Всем привет, меня зовут Булат. Сегодня поговорим про генерацию синтетической сейсмики. Для начала, разберемся с кликером. Ага, супер. Для начала, небольшая вводная часть, что вообще такое сейсмика и где она используется. Сейсмика — это, грубо говоря, рентген Земли. Как мы его получаем? В поле выезжает команда геологов, расставляет по нему датчики, пускает некоторым образом волну в Землю, например, взрывая какой-нибудь заряд. Эта взрывная волна распространяется внутри Земли и, отражаясь от слоев, возвращается на датчики. Затем, несколькими этапами обработки мы получаем трехмерный куб сейсмики. Мы на ней отчетливо видим какие-то линии, какие-то более темные, какие-то более светлые. Эти линии обозначают границы между соседними слоями Земли и называются горизонтами. Это важный геологический атрибут, он нам понадобится позднее. Зачем нам вообще нужна сейсмика? В идеале мы хотим получить трехмерный куб с значениями. Чем больше значения, тем больше нефтенасыщенность в данном регионе. Но это в идеале. По факту, для того, чтобы нам получить такой куб, нам нужно выделить несколько геологических атрибутеров. Например, уже упомянутые горизонты или разломы. Разломы – это смещение одних слоев Земли по отношению к другим. Окей, а теперь вопрос. Зачем нам вообще нужна синтетика? Синтетика нам нужна по двум причинам. Первое – это недостаток данных. Нефтегазовые компании очень неохотно делятся своими месторождениями, что достаточно очевидно. И вторая причина заключается в том, что каждое месторождение уникально. Каждое месторождение отличается от всех остальных настолько, что их может отличить буквально маленькая модель. И в идеале хотелось бы иметь, во-первых, больше данных, во-вторых, больше их разнообразия. Круто. У нас также сегодня будет небольшой квиз. Вам нужно будет поднимать руки. Вопрос следующий. Здесь изображено две реальные сейсмики и одна синтетическая. Ваша задача – угадать, где синтетика. Супер. Даже не пришлось голосовать. Супер. Вторая. Это достаточно очевидно. Сразу видно, что она выделяется на фоне всех остальных. Логично. Логично. А вот сейчас? Давайте теперь проголосуем. Кто за первую? Так. Окей. Кто за вторую? Ага. Супер. И кто за третью? Классно, классно. Я рад, что вы все так проголосовали, потому что это означает, что я сделал свою работу отлично. На самом деле синтетическая – это третья. Поздравляю тех, кто ответил третий вариант. Вопрос. Почему же они так сильно отличаются? Почему отличается синтетика на первом квизе и на втором? Различия в способе генерации. В первом случае мы использовали физическую модель, в которую подавали, например, скорости волн распространения внутри Земли и несколько геологических атрибуторов. На выходе мы получаем достаточно хорошую с физической точки зрения сейсмику, однако ужасно выглядящую. То есть вы сразу видите, что это синтетика. Во втором случае мы используем нейросеточки и получаем уже более красивый вариант. Давайте подробнее на этом остановимся. Вопрос. Кто из вас видел эту картинку ранее и знает, что на ней происходит? Так, ну вроде да, люди поднимают руки, кто-то не очень активно, но вроде люди понимают, что это такое. Это стандартный пайплайн диффузии, быстренько по нему пробежимся. У нас есть изначальная картинка, у нас есть два этапа. Первый этап – форвард пасс, второй – реверс пасс. На форвард пассе мы постепенно зашумляем картинку до тех пор, пока мы не получим ничего, кроме шума. На обратном, на реверс пассе мы обучаем модельку предсказывать тот шум, который мы добавили. На выходе получаем модель, в которую мы можем засунуть шум из стандартного нормального распределения и получить путем нескольких этапов денойзинга какую-то картинку. Давайте попробуем применить диффузию к генерации сейсмики. Если мы попробуем запустить диффузию просто из коробки, то она будет выглядеть очень плохо. Какие-то рандомные линии, очень много шума, в общем, ничего связанного с сейсмикой тут нет. Есть, конечно, общая картина, но никаких явных четких линий не прослеживается. Надо это как-то улучшать. Что помогло? Помогло уменьшение входного кроп-сайза. Если раньше мы подавали в модельку кроп-сайз размера 256 на 256, то сейчас мы подаем 1024 на 1024, казалось бы, увеличение, но мы ресайзим его в 4 раза по каждой из осей, получая те же самые 256 на 256. Почему это работает? На самом деле эта идея взята из стейбл диффюжена, где перед тем, как подать картинку в модель, авторы прогоняют ее через энкодер в IE. Тем самым они уменьшают изначальную размерность также в 4 раза по каждой из осей, суммарно в 16. Мы на самом деле тоже пробовали использовать в IE как уменьшение размерности, однако выходная сейсмика получалась очень сглаженной и очень неестественной. Поэтому мы остановились на простой билинейной интерполяции. Круто! Теперь мы умеем как-то генерировать сейсмику, она даже выглядит неплохо. Хотелось бы каким-то образом добавить контроля в эту генерацию. И в этом нам поможет архитектура ControlNet. В чем идея? Идея в том, что мы копируем энкодер из нашей диффузионной модели и обучаем только его. Обучаем мы его, подавая в модель какой-то контроль. Например, вот как представлено на слайде, можно подать сегментационную карту, можно карту глубин, можно позу человека. В общем, очень много всего. Мы обучаем вот эту дополнительную ветку таким образом, чтобы она корректировала изначальное предсказание диффузии. Саму диффузию мы, разумеется, фризим. В случае генерации сейсмики логично использовать горизонты. Горизонты определяют то, как выглядит сейсмик, и в целом логично их использовать. Как мы видим, моделька достаточно хорошо им следует. Там, где мы видим непрерывные длинные линии на горизонтах, там же мы видим непрерывные длинные линии на сейсмике. Круто. Еще важно отметить, что данные горизонты взяты с другого месторождения. То есть, другими словами, мы взяли структурную модель с одного месторождения и попытались сделать сейсмику, похожую, основанную на этой структуре. Но на самом деле это не обязательно. И эту структуру мы можем видоизменять, как мы хотим. Более того, мы можем структуры нарисовать буквально от руки. То есть, вот эти картинки я натурально нарисовал в Paint за минуту, и моделька достаточно хорошо по ним нарисовала сейсмику. Круто. Мы теперь научились не только генерировать сейсмику как-нибудь, но и генерировать ее так, как мы хотим. Теперь важно вспомнить то, что мы генерируем не просто 2D-срезы, а цельный 3D-куб, 3D-массив. Давайте попробуем простое решение, где мы сначала запускаем модельку n раз и потом склеиваем все результаты предсказаний. Идея хорошая, но если мы посмотрим на поперечный срез нашего предсказанного куба, он будет выглядеть ужасно. Очень много каких-то рандомных горизонтальных линий. В общем, сейсмика, конечно, здесь прослеживается, однако это надо исправлять. Как это исправить? Да, перед этим вам несколько гифок на позалипать. На этих гифках мы как будто бы проходимся по кубу по одной из осей, а вторую ось вы, собственно, видите на экране. Видно, что срезы вдоль генерации выглядят намного лучше, чем срезы поперек генерации. Вот эти горизонтальные линии, они здесь отчетливо видны. Их надо исправлять. Что помогло? Помогла модификация стартового шума. В чем идея? Идея в том, чтобы некоторым образом сказать модели, смотри, вот в этом регионе у нас сейсмика ровно такая же, как была на предыдущем слайде. Здесь нарисую ровно так же. А вот в этих пикселях она изменяется. Измени и новый слайд, сделай его немного другим. Эту информацию мы берем из горизонтов. То есть мы берем слайд с горизонтами на n шаге, берем слайд с горизонтами на n плюс первом шаге, вычисляем div и заменяем в стартовом шуме на n шаге только те пиксели, где div больше нуля. Второй метод, который действительно помогает, это прокидывание предыдущего слайда. На самом деле в некотором роде это тот же самый метод с некоторыми модификациями. То есть мы точно так же говорим модели, что мы прокидываем информацию про предыдущий слайд и про то, как она должна сгенерировать на основе того, что она уже сгенерирована. Если мы попробуем прокинуть предыдущий слайд в модель напрямую, то ничего хорошего не получится. Мы получим вырожденный предикт. У нас все слайды будут одинаковые. Чтобы это исправить, мы накидываем некоторый дропаут. И тут есть некоторые трейдов. Если сделать дропаут слишком маленьким, то предикт выродится. Если сделать дропаут слишком большим, то у нас моделька не получит достаточной информации для того, чтобы сгенерировать сейсмику. И давайте посмотрим на то, как эти два метода улучшают генерацию. Видно, что сейсмика стала более гладкой, амплитуды стали меньше скакать, и в целом картина стала более красивой. Особенно это видно на поперечных срезах. Вот эти горизонтальные линии, они по-прежнему еще мелкие части есть, однако большая их часть пропала. Все еще есть какие-то рандомные артефакты по типу вертикальных темно-серых полос и вот этих самых горизонтальных маленьких линий. Нам осталось сделать последний шаг для того, чтобы получить финальный предикт. Заметим, что срезы вдоль генерации выглядят намного лучше, чем срезы поперек. Логично. Давайте попробуем запустить модель два раза, а дальше просто усреднить результаты. Идея суперхорошая, и в целом это видно на результатах. Предикты стали еще более гладкие, красивые, в общем, супергуд. И тут надо на самом деле немного остановиться и поговорить о том, какую вообще мы задачу решали и на что она похожа. Вообще, это очень сильно похоже на генерацию видео, где в качестве оси времени мы взяли одну из пространственных осей сейсмического куба. В чем отличие? Отличие в том, что в случае генерации сейсмики нам важна консистентность не только по срезам вдоль, но также и срезам поперек. Поэтому пришлось придумывать модификацию шума и прокидывание предыдущего слайда. Этот проект еще находится в стадии ресерча. Есть еще несколько идей, которые хотелось бы проверить. Одна из них — это прокидывать в модель не только горизонты, а, например, другие геологические атрибуты, например, разломы. Второе — это хотелось бы проверить, как модель будет себя вести, если мы ее запустим по глубине. До этого мы запускали ее только по пространственным осям. И перед тем, как закончить, у меня для вас есть финальный квиз. Здесь немного другой вопрос. Вам нужно угадать, сколько изображений синтетической сейсмики есть на слайде. Давайте поступим следующим образом. Кто считает, что их шесть? Так, хорошо, вся правая часть. Кто считает, что их больше либо равно трех? Так, хорошо. Да, то есть те, кто ответили шесть, те же и поднимают руки. И кто считает, что их меньше трех? Ну, несколько смелых людей появилось, да. Классно. На самом деле их пять. Я в последний момент заменил один синтетический слайд на реальный, чтобы именно те люди, кто ответили шесть, попались. Всем спасибо. Спасибо за доклад. Ну, время вопросов. Привет. Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, вы уже успели их использовать для притрейна или как-то? Ну, я правильно понимаю, что эти данные были сгенерированы для притрейна каких-то моделей, которые обучаются на сейсмике? Да, на самом деле основная идея для того, чтобы использовать их для притрейна, однако пока что еще это все в процессе ресерча. И на данный момент мы успели проверить только консистентность самих кубов и проверили, что, например, модели, которые обучены выделять горизонты, атрибут горизонтов на реальных кубах, они справляются и с выделением горизонтов на таких кубах. Окей. Да, я просто хотел спросить, какой у вас примерный прирост после добавления синтетических данных? Ну, я так понимаю, пока рано. Да, 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 пока рано, это в будущем. Ну, тогда успехов вам. Спасибо, спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно было. У меня полтора вопроса. Первый. Не совсем понятно, что значит, вот когда было показано поперечные срезы, что значит, что они плохого или хорошего качества генерации? Это значит, что они выглядят плохо. То есть мы смотрим на них, и на них видны явные артефакты. То есть с геологической точки зрения на них можно посмотреть, на них, возможно, есть какой-то смысл, однако если даже глазу видны какие-то явные артефакты, то тут и моделька явно будет работать хуже, чем на условно реальных данных. Насколько я понял, условно хорошие, это когда у тебя ровные слои идут, а условно плохие, это когда вот так вот идут, да? Нет, на самом деле, хорошее это когда все идет гладко, равномерно, то есть у нас слои земли, слои в земле, они же не изменяются, пройдешь пять метров вправо, и они уже совсем другие. Они изменяются очень медленно, и буквально должно пройти там несколько километров, чтобы они реально изменились по сравнению с тем, что было в паре километров от них. Окей, спасибо. И второй вопрос, пробовали ли вы делать сразу 3D-генерацию этого куба, вместо того, чтобы генерировать несколько слоев, и потом их стакать? Да, идея такая была тоже проверена, однако мы здесь работаем с довольно большими размерностями, и если использовать 3D, то использовать их по маленьким кусочкам, а в таком случае не совсем понятно, насколько это должно быть сильно лучше, чем генерация отдельных слайдов. Окей, спасибо. Привет, спасибо за доклад. В общем, вопрос такой. Я так понимаю, смысл генерации синтетики в том, чтобы она была максимально похожа на реальные данные. И одно дело, когда мы глазами это все видим, и такие, о, ну вроде ок, норм. Но вот если использовать какие-то настоящие физиологические, ну, геологические эвристики, насколько эти данные соответствуют тому, что гипотетически реально можешь найти, потому что вот был пример в самом начале, что вот есть какая-то физическая модель, и она там генерирует по импульсу, по разломам, по каким-то реальным критериям. А тут мы вроде единственное, что опираемся, ну, на горизонты. И типа насколько это по-настоящему то, что мы ожидаем увидеть в реальности, и оно вообще лежит ли в том же, не знаю, вот этом векторном, инмерном пространстве, что и реальные данные. Спасибо за вопрос. На самом деле здесь оценить реальность и применимость с точки зрения геологии можно только проверив на них те методы, условно, выделения тех же самых горизонтов или атрибута разломов, которые мы применяем на реальных кубах. Если модельки, которые обучены на реальных кубах, справляются с выделением этих атрибутов на синтетических, то мы можем, в принципе, говорить о том, что у нас довольно хорошая генерация. Каких-то явных геологических метрик о том, что у нас вот данный куб выглядит хорошо, нет ни у геологов, ни у ML-щиков. Так что здесь мы работаем в целом с такими довольно косвенными метриками качества. И в целом на данный момент главная задача была сделать предикт такой, чтобы мы хотя бы глазами не смогли его отличить от реального. А уже дальше можно думать насчет того, чтобы он был неотличимый с математической точки зрения. Спасибо. Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Первый — это вот вы сказали, что вы использовали диффузии, а вы пробовали какие-нибудь более базовые подходы по типу просто морфологических искажений изображений либо генеративно-сосвязательные сети? Просто как будто бы они выглядят более такие как бейзлайновые решения, наверное. Так, первое — не совсем то, что мы хотим иметь. То есть, я так понимаю, искажение изначального изображения. То есть у нас есть какое-то месторождение, и мы его видоизменяем, чтобы получить новое. То есть некоторая аугментация. Правильно? Условно, да, искривление для того, чтобы получать и старое изображение, более новое. Здесь прикол в том, что мы хотим не просто видоизменить изначальное месторождение. Да, в основном примеры были построены на каком-то другом месторождении, однако в примере с горизонтами, нарисованными от руки, мы видим, что мы можем подать в качестве структурной модели практически что угодно, практически то, что мы нарисовали руками. И именно это дает нам довольно большой, главное, гибкий инструмент генерации самой синтетики. В случае искривления изначального куба мы не можем искривить его так, чтобы сейсмика была достаточно красивой, но структурно другой. Отвечая на второй вопрос про ганы. Ганы, к ганам было некоторые предрассудки в команде, они были использованы ранее и получили недостаточно хороший результат. И вторая причина – это прочтение статьи по ControlNet. Мы увидели, что это достаточно хороший, интересный инструмент, хотелось бы его применить. Не уверен, есть ли что-то такое в ганах. По-моему, там было что-то с перемещением точек, изменение, например, того, в какое направление смотрит лицо. Но напрямую подавать контроль в ганы, я честно не знаю как. Если такие статьи есть… Просто, например, насколько я знаю, с лицами, допустим, при генерации лиц можно подавать просто эмбейдинг лица, например, и, соответственно, пересаживать уже нужно лицо, соответственно, в соответствии с пожеланиями пользователя. Это касаемо первых вопросов. И вот еще второй. По поводу консистентности в зависимости от кадра к кадру. То есть вы говорили, что необходимо, чтобы у нас сохранялась эта консистентность в переходе. Вы не пробовали просто интерполяцию какую-нибудь сделать? То есть от кадра к кадру? Да, пробовали. Это было первое решение. И на поперечных срезах все выглядит очень плохо. Понятно, спасибо. И еще хуже, чем тут. Спасибо за доклад. У меня тоже два вопроса. Первое. Чем не устроило решение с диффом между двумя слайдами и изменением каких-то значений? Еще раз. Чем построено? Чем не устроило? Нет, оно устроило. Оно используется как раз здесь, в последнем предикте. То есть последний предикт – это применение этих двух методик плюс усреднение. А, понял. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Как я понял, эти данные нужны, чтобы более хорошо обучить потом нейросеть. Но вопрос. Если мы хотим находить какие-то месторождения, как эта синтетика дает информацию о том, что мы впоследствии захотим определять? Так, но мы здесь говорим не про нахождение месторождений, мы здесь говорим про… В данном случае мы хотим собрать побольше данных, чтобы обучить более большую нейросетку, которую можно использовать в качестве бейзлайна, в качестве энкодера для каких-нибудь дополнительных моделек по выделению атрибутов. И здесь мы не хотим как-то искать новые месторождения, если я правильно понял вопрос. Мы здесь просто добавляем новых данных, которые должны иметь плюс-минус то же самое… из того же самого поля, чтобы данные синтетические были плюс-минус такие же, как данные реальные, потому что применение, например, синтетических данных основан на физической модели, оно максимально не докидывает в результаты модели. Модель сразу понимает, что это синтетика и нифига не обучается. Поэтому было придумано такое решение. Спасибо. Ну что, время подвести итог. Кто лучший вопрос задал? Да, мне понравился вопрос от молодого человека в той стране. Очень интересный, очень важный. Эмоджи, эмоджи. Давайте сердечко покажем. Ну, сердечко сложное. Ну, бывает. Так, похлопаем еще раз. Спасибо.